С начала года Новосибирская область посетила более 6,5 тысяч туристов из Китайской Народной Республики. Это больше, чем годом ранее. На привлекательность нашего региона и России в целом для жителей Поднебесной влияет не только ослабленный курс рубля к юаню. Туристическая инфраструктура становится более адаптированной для зарубежных гостей. В частности, Новосибирская область активный участник проекта «Великий чайный путь». По железной дороге группа китайских туристов путешествует по историческому караванному пути между Азией и Европой. Манят путешественников и красоты природы, излюбленное место – Ордынский район. В будущем для привлечения китайских гостей власти обещают запустить так называемый «красный маршрут» с социалистической тематикой. У Китая, так же как и у нас, были страницы в истории, связанные с построением социализма и коммунизма, и они с большим интересом относятся к этим объектам. И Новосибирск официально включен в этот «красный маршрут». Как вы видите, вот совместно с Ульяновской, Пермской областями, Санкт-Петербургом, Москвой и Татарстаном. Так, поэтому у нас тоже есть что показать. Это и те памятники, которые мы сохранили. Так, это и те символы советского времени, которые в Новосибирске присутствуют в серьезных масштабах. Субтитры создавал DimaTorzok